Дозиметрия ионизирующих излучений Предметом второго раздела курса лекции является дозиметрия ионизирующих излучений. Но вначале я бы хотел сделать краткий экскурсную историю. Одним из выдающихся ученых, которые, в общем-то, изменили наш современный мир, был знаменитый немецкий ученый Вильгельм Коннат-Рентген, родившийся еще в начале XIX века. Этот человек открыл рентгеновские лучи, которые были названы в его честь, в то время как сам он в свое время называл их «икс-лучами», так называемые. И впервые первая его статья о новом виде лучи вышла в самом конце 1899, и с этого момента можно сказать, что началось очень бурное развитие всего, что связано, как тогда называли, интроскопы видения или использование рентгеновских лучей, в первую очередь, конечно, в медицинской практике. И примерно он, да, кстати, хочу сказать, что он вообще был удивительным человеком, удивительно талантливым и скромным человеком. Он был первый лавариат Нобелевской премии, которая была присвоена ему в 1901 году, но из-за своей скромности он даже и не приехал на торжественное заседание, на вручение премии, составившись на занятость. Вот. Ну и примерно с начала, значит, прошлого века, где-то с 10-12 года начался, начинается период очень бурного развития рентген-диагностики во всём мире. Вот. И вот эта рентгенология, она начинает занимать всё большее место в медицинской практике. Ну, вообще, надо сказать, что начало прошлого века было сопряжено с очень бурным развитием физики, было совершенно большое количество важнейших физических открытий, и физика была очень модным отметом общественного внимания, и в том числе и рентгеноскопия, ну и открытие радиоактивности, которое примерно в это же время было сделано, значит, Анри Беккерелем и Марией Кюри, ну, в самом конце 19 века. В то время риски радиоактивности известны практически не были, и отношения и к рентгеновскому излучению, к рентгеноскопии, ну и вообще к радиации, оно отличалось крайней беспечности. Вот. На слайде справа вы можете видеть некоторые предметы обиходок, которые были очень популярны в то время. В США, например, продавали обогащённую радиоактивными веществами воду, значит, различные женские крема считывали, что, значит, добавка радио, она повышает привлекательность женщин, повышает состояние кожи и так далее. Упускался даже радиоактивная зубная паста, шоколад с добавкой радио и так далее. То есть радио было очень модным элементом, очень популярным. В Европе даже в больших городах на углах стояли кабинки, в которые каждый желающий мог подойти и сделать себе рентгеновский снимок на память. Можете себе представить, да? Вот. И тем не менее, накапливалась информация о том, что, в общем-то, радиация – это отнюдь не благо, а, в общем-то, в больших количествах она несёт себе серьёзную опасность для здоровья человека. И надо сказать, что вот все первые учёные, которые активно занимались, ну, работали с радиоактивностью, естественно, с большим количеством радиоактивных веществ, и первые врачи-рентгенологи, они фактически все умерли, то есть они получили большую дозу радиации, и все умерли. Как только была осознана опасность радиации, то сразу же стал вопрос, как измерять её величину, и как-то связать её с тем ущербом, который наносит здоровье человека, и каким образом можно её нормировать. Ну, первым самым естественным прибором для индикации радиоактивности стал самый простейший электроскоп или электрометр, который разряжался под действием анализирующего излучения. Ну, а первым эталоном радиоактивности стала ампула с одним миллиграммом радио-226-го, как мера радиоактивности для градуровки электрометров и индиционных камер. Ну, и отсюда появилась первая единица кюри, которая определяется как активность радиоактивных веществ, в котором в единицу времени распадается столько же атомов, как и в одном миллиграмме радио за одну секунду. Это примерно где-то 3,7 на 10,1 распада в секунду. Вообще кюри, надо сказать, что это очень большая величина. Сейчас это не системная единица, она в практике применяется. Применяется, но применяется.